В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новостей по Выборгске». В студии Татьяна Анкудовича. Здравствуйте. И вот что главное в этом выпуске. За ними Родина. Выборгцы отправляются на защиту суверенитета Российской Федерации. С заботой о будущем. В День леса дети озеленяли пришкольную территорию. Королева спорта. О преимуществах легкой атлетики рассказывает тренер Анастасия Олейник. Верим и ждем. Из Выборгского района продолжается отправка мобилизованных в воинские части. Почти каждый день от военкомата отъезжает очередной автобус. Выборг провожает своих мужчин с надеждой, что скоро они вернутся домой. С каким настроением уезжают защитники Родины, они поделились с нашим корреспондентом. Сосредоточенные мужчины, взволнованные женщины. Им не нужно говорить о патриотизме. У них это в сердце. Они откликнулись на призыв Родины и встают сегодня на защиту суверенитета, независимости и мирного будущего России. У военкомата многолюдно. В грузовой отсек автобуса укладываются десятки коробок. Гуманитарная помощь для военнослужащих. Это лишь небольшая часть собранного жителями Каменогорска, желающими помочь своим воинам. Сбор ведут и другие поселения. Светогорск, Каменка. Равнодушных здесь нет. Были собраны вещи, приносили люди, теплые вещи, нательное белье, что необходимо. Были закуплены медикаменты. Все вещи, которые ребятам там будут необходимы, собирали, погрузили в автобус, отправляем. Поддерживаем ребят как можно. С мобилизованными приехали целые группы поддержки. Среди уезжающих мужчины разного возраста. Владимиру Горбачеву из Выборга 51 год. Своё решение он объяснил тем, что иначе поступить не мог. Приходил в военкомат несколько раз, уточнял. Я офицер, старший лейтенант запасов. В родину надо идти защищать. Кто, если не мы, а то кто? Готов идти. В строю нет людей без воинских навыков. У каждого прибывшего сюда по повестке за плечами опыт военной службы. Настроены все по-боевому. Хорошее настроение, держимся, всё нормально. Воюем. За что воюем? За вас, за нас, за детей, за родных, за отцов, за Россию. Верите в нашу победу? Конечно верим. Для этого едем. Главные действующие лица этого дня чувствуют заботу и поддержку близких. И готовы с честью выполнить свой гражданский и воинский долг. Боевое, хорошее, грамотное, качественное настроение вернуться домой и сделать так, чтобы всё было замечательно. Вот и всё. Всё хорошо будет в любом случае. Так считаете, мы победим? А какие варианты у нас есть, как вы считаете? По-другому не можем. У нас Россия страна такая. Страна широких возможностей и огромных вот таких вот кулаков. Поэтому вариантов быть не может. Напутственные слова и пожелания вернуться домой живыми и здоровыми прозвучали от ветерана боевых действий. Николай Смоловский напомнил о героизме наших земляков. Мы уверены, что вы, выборжане, с честью выполните свой долг. Как пример я приведу. Только в Афганистан нас было призвано 750 человек по выборгу района. В 475 получили высокие правительственные награды. 102 человека получило их государственные награды дважды. А за Чеченскую республику два человека удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Под звуки государственного гимна начинается посадка в автобус. Крепкие объятия родных и близких и главные слова – береги себя. Такое настроение. Поможем своим. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш Город». Поддержка семей с детьми в числе приоритетных направлений социальной работы в Ленинградской области. В регионе предусмотрен ряд мер, направленных на помощь молодым или одиноким родителям, многодетным, малообеспеченным и другим категориям граждан. Все они предоставляются с учетом критерия нуждаемости. Так, например, семья при рождении ребенка имеет право на единовременную выплату из регионального бюджета. На первого ребенка – 33 тысячи рублей, на второго – 44 тысячи, на третьего или последующих – 55 тысяч рублей. Оформить выплату можно в том числе на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. Пакет документов подается до момента, когда ребенку исполнится 6 месяцев. Услуга предоставляется бесплатно. Все о ветвях власти и работе народных избранников теперь знают восьмиклассники 10-й школы. Накануне подростки побывали в Совете депутатов. Экскурсию для них провел глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Какие вопросы задавали ему школьники и кто был для него примером в детстве? Расскажем прямо сейчас. Депутаты должны быть доступны для граждан. Именно так объяснил школьникам отсутствие пропускного режима в Совете депутатов глава района Дмитрий Никулин. Узнав об основных задачах народных избранников, восьмой Г направился на второй этаж. Здесь расположены залы заседаний. У нас 20 депутатов. Поэтому, в принципе, сегодня, как говорится, форум есть, будем начинать работу. Вот эти как раз 20 округов, на которых работают наши депутаты. То есть, они как раз на бесплатной основе. Каждый депутат по месту своей работы ведет прием граждан в соответствии с тем округлым границами, на которых он выбирался. В малом зале за круглым столом городские дела обсуждает Совет депутатов города Выборга. Школьникам рассказали о том, как распределяются бюджетные средства. Будь то расходы на уличное освещение или дорожный ремонт. После этого их пригласили в большой зал. Здесь решение принимают депутаты Выборгского района. 12 городских и сельских поселений. Значит, в каждом из городских и сельских поселений, в зависимости от количества жителей, имеется свой совет депутатов. Ну, например, там, Селезневское сельское поселение. У них есть свой глава администрации, глава муниципального образования, ну, в размере уменьшенном только этого поселения. Есть свой совет депутатов. Значит, в районный совет депутатов путем голосования выбираются три депутата от каждого городского и сельского поселения. То есть здесь у нас работает 36 депутатов. Как рассказал подросткам глава района, здесь помимо заседаний проводятся и торжественные мероприятия. Школьники не упустили возможности задать Дмитрию Никулину вопросы личного характера. Я задал Дмитрию Юрьевичу вопрос, с кем мы хотели стать детством. Мне очень даже разъемно на него ответили и понятно. Появилось ли желание у самого стать депутатом в будущем? Немножко, конечно, появилось. Поинтересовались ребята и тем, были ли у главы района в детстве кумиры. Дмитрий Никулин ответил и на этот вопрос. У меня как бы родственник есть, был в городе Горьком, сейчас он в Нижнем Новгороде. Он герой Советского Союза. Поэтому я, будучи маленьким, мы все время с родителями ездили туда к нему. Ну, конечно, он там рассказывал мне то, что считал нужным. Ну, для меня он был герой. Этой экскурсией стартовал проект «Класс 47», запущенный на базе 10-й школы при поддержке Совета депутатов. Пока в него вошли только восьмиклассники. В перспективе участников будет гораздо больше. Целью нашего проекта является заинтересовать, привлечь и задействовать детей в общественной жизни. Эти цели будут выполняться различными направлениями деятельности, например, волонтерство, просвещение. Например, мы будем ходить на экскурсии, форумы, участвовать в различных спортивных мероприятиях, творческих конкурсах. Визит в Совет депутатов завершился рассказом о почетных гражданах. Дмитрий Никулин поведал о тех, чьи имена вписаны в историю Выборга. Ребята, в свою очередь, поблагодарили за интересный правовой и исторический ликбез. Впереди их ожидает еще ряд познавательных экскурсий. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». В Ленинградской области создана межведомственная комиссия по координации деятельности штабов народных дружин. Основная цель – практическая и методическая помощь муниципальным районам. Решение было принято на плановом заседании областного штаба ДНД. Также обсудили вопрос в страховании дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка. Сегодня в целом по региону застраховано порядка тысячи человек. До 1 декабря можно подать дополнительные списки в региональный комитет правопорядка и безопасности. В Выборгском районе на данный момент в числе активистов народных дружин числятся более 100 человек. Молодежь и ветераны будут сотрудничать в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения. В зале Выборг – город воинской славы на Димитрово-5 прошла встреча активистов клуба «Бастион» Дома молодежи и Совета ветеранов Выборгского района. Пригласили и нашу съемочную группу. Связь поколений крепнет в Выборгском районе. Совет ветеранов и клуб «Бастион» объединят усилия в работе по патриотическому воспитанию. Общие темы для сотрудничества стороны обсудили на организационной встрече в зале воинской славы. Инициаторами ее проведения стали активисты молодежного объединения. Я считаю, что эта встреча должна была пройти намного раньше. Все-таки клуб уже довольно старый и очень обидно, что она прошла только сейчас. Но то, что она прошла сейчас, это значит, что у нас сейчас огромный вектор работы. В ходе встречи мы многое поняли и о наших плюсах, и о наших минусах. И я уже примерно знаю, в каких направлениях мы можем сотрудничать. Действительно, здесь большой пласт работы, что людей надо подправлять. У них есть желание большое, но нет еще опыта работы. Но я думаю, что после этой беседы мы совместно еще соберемся, составим план работы, чтобы, так сказать, мы могли поддержать их чисто материально, транспортом, там, какими-то другими вещами патриотической работы. И я думаю, что это будет очень здорово. Ветераны рассказали молодежи о направлениях работы общественной организации. Так, например, Совет собрал информацию и выпустил уже несколько книг, посвященных подвигам и достижениям наших земляков. У ребят появилась идея размещать их истории в социальных сетях и, по возможности, записать видеоинтервью с ныне здравствующими. Кроме того, ребята выразили желание пообщаться с каждым активистом Совета отдельно. Среди них, например, немало ветеранов боевых действий. Афганистан – это очень интересная и обширная тема. Мне, как учащемуся летного училища, очень интересно было бы пообщаться с летчиками или с обслуживающим персоналом, которые участвовали в этих действиях. И, наверное, нашим воспитанникам тоже. Я думаю, что такое большое подспорье будет. С одной стороны, эта молодежь будет воспитываться на примерах других. Мы будем учить формам и метам работы. Они потом, я надеюсь, войдя в большую взрослую жизнь, никогда этого не забудут и будут нам только благодарны. Потому что сегодня очень востребованный вопрос патриотизма. Старшие наставники выразили готовность поделиться своими знаниями с молодежью. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Выборгских студентов учили делать карьеру. В библиотеке Алвара Алта прошел форум Российского общества «Знания». С молодежью разговаривали на темы, которые было бы интересно послушать и взрослым. Подробности у Галины Давыдовой. Построение карьеры является важной частью нашей жизни. О том, как найти работу мечты и какие навыки могут помочь в этом, рассказали выборгским студентам на молодежном форуме, организованном Российским обществом «Знания» совместно с компанией ВК. В библиотеке Алвара Алта провели цикл лекций на важные темы. Как составить идеальное резюме, как правильно презентовать себя при трудоустройстве, как совмещать личную жизнь с работой. Работодатели очень много обращают внимания на то, как человек умеет коммуницировать, на то, как действительно он обладает стрессоустойчивостью и разными soft skills, как говорят. Поэтому очень важно давать не только опыт какой-то технологический ребятам, но и опыт эффективной коммуникации и борьбы со стрессом, тем более в текущей реальности. Цель проекта – вдохновить и мотивировать молодежь удовлетворять свое научное любопытство и использовать личный потенциал. Лекции проходят в Северо-Западном федеральном округе в рамках реализации проекта «Умный маршрут». «Умный маршрут» везет знания во все города Российской Федерации. «Умный маршрут» формируется в соответствии с тематикой. Было выбрано четыре города, и Выборг – один из них, и поэтому ребята сегодня здесь у нас в городе Выборг. Лекции проводились по нескольким так называемым трекам – «Старт карьеры», «Проектная деятельность» и «Soft skills». Студенты сами выбирали направление в соответствии со своими интересами. Здесь не только педагоги, которые пришли со студентами. Здесь очень много заинтересованных представителей разных специальностей. Это и будущие педагоги, и будущие педагоги по физической культуре и спорту, будущие юристы, будущие программисты, администраторы гостиничного дела. То есть разные специальности, которые реализуются программой на территории Выборга в нашем университете. И, конечно, у нас есть уникальная возможность получить вот эти новые знания. Это очень интересно. Перед нами выступают молодые талантливые спикеры. Они делятся с нами опытом, рассказывают интереснейший материал, как можно пробиться в жизни в наше нелегкое время. Мы благодарны Елене Евгеньевне за такую возможность. Спикеры уже побывали в Санкт-Петербурге. После Выборга они выступят в Пскове, Великом Новгороде и Вологде. Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Осталось два дня до окончания приема заявок на «Зеленую премию». Конкурс на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами включает в себя несколько номинаций. К примеру, общественные проекты «Регионы России» и другие. Полный список опубликован на официальном сайте. Будут оцениваться результаты, масштаб и оригинальность идеи. Принять участие в конкурсе «Зеленая премия» могут активисты, волонтеры, блогеры и организации. Предусмотрены денежные призы общей суммой более 3 миллионов рублей. Акция «Сохраним лес» прошла в России в минувшую субботу. В этот день все лесничества страны вместе с добровольцами высаживают молодые деревца на месте вырубок и пожаров. Тысяча маленьких елочек стараниями сотрудников северо-западного лесничества получила прописку в Выборгском районе. Участие в акции приняли и школьные лесничества. Тему продолжит Елена Березовская. Два десятка сосенок-однолеток появились под окнами 37-й школы. Это результат участия ребят из школьного лесничества во всероссийской акции «Сохраним лес». Обычно юные друзья леса выезжают совместно со старшими коллегами. Но в этот раз сотрудники северо-западного лесничества высаживали елочки в приграничной зоне, куда ребят взять просто не могли. Поэтому саженцы сосны решено было высадить на пришкольной территории. Перед началом работ непременный инструктаж. Это совершенно новый инструмент, предназначенный для посадки саженцев с закрытой корневой системой. Это молодые саженцы, выращенные в брикетах. Брикеты распадаются. И вот такой саженец позволяет применяться к этой лесопосадочной трубе. Лесопосадочная труба для юных лесников – инструмент новый. Его школа приобрела специально для лесничества в этом году. Поработать с ним смогли все желающие. Эта всероссийская акция называется «Сохраним леса вместе». Мы как школьное лесничество никогда не стоим в стороне от этой акции. В том году мы ездили, помогали северо-западному лесничеству участвовать. Сажали лес весной, осенью мы выезжаем. Нынче решили провести акцию в школе, так как зеленая школа должна быть у нас зеленой. То, что мы изучаем теоретически, сегодня они почувствовали посадку леса, увидели сами. Сосинки посадили на расстоянии 70 сантиметров друг от друга, так же, как при лесовосстановлении. Такая плотная посадка заставляет деревья усиленно тянуться вверх. Часть их позже неизбежно погибнет, но даст возможность более сильным деревьям вытянуться в строевой лес. София Поставная во время акции занималась важным делом. Ей поручили выдавать саженцы. Вместе с сестрой Кирой девочка только начала обучение в школьном лесничестве и серьезно настроена на получение новых знаний. Какие вообще деревья там бывают, как их правильно садить, как они там называются, как размножаются. Я думаю, что я буду защитником природы. Работа в школьных лесничествах, говорят опытные лесники, и участие в посадке деревьев прививают детям любовь и бережное отношение к природе и к тому месту, где они живут. Елена Березовская, Кирилл Воженин, Медиагруппа «Наш город». Петровская дубрава в Выборге тоже пополнилась новыми деревьями. Активисты международного волонтерского лагеря высадили здесь очередные саженцы, выращенные из желудей, из дерева, памятника из летнего сада, посаженного лично Петром Первым. Первые дубки были посажены в Петровском парке в день государственного флага губернатором области Александром Дрозденко и его коллегами. Таким образом, Выборг стал участником программы «Всероссийская дубрава императора Петра Великого». У каждого саженца имеется сопроводительный сертификат, табличка и номер. Всего к юбилею Петра Великого в целом по стране высажено более 350 дубов, 8 из них в Выборге. Наш город принимает гостей. В спортивном комплексе Выборг проходят тренировочные сборы, которые подготовят спортсменов из Ленобласти и ДНР к участию в региональных соревнованиях по вольной борьбе. Сюжет Галины Давыдовой. Наш город принимает спортсменов-борцов в спорткомплексе Выборг. Это отличная многофункциональная база для проведения тренировочных сборов. Здесь есть тренажерный зал, бассейн и общежитие. Участники со всей Ленинградской области. Также сюда впервые пригласили ребят из Янакиева. Они с радостью согласились и нам это очень приятно. На самом деле спортсменам любой спарринг всегда приятно и приятно соревноваться и тренироваться с теми, с кем еще до этого не участвовал. Совместные сборы, спортивные сборы особенно, они помогают спортсменам как поднять свои физические результаты, так и установить хорошие, прочные, дружеские, так сказать, спортивные отношения. Из Ленинградской области приехало более 20 человек. В составе прибывшей из Янакиева команды 13 мальчиков и 7 девочек. Они познакомятся с историей города, в котором будут тренироваться. Для гостей организуют экскурсию. Покажут парк Монрепо, Выборгский замок, другие достопримечательности и просто красивые места. Ленинградская земля радужно встречает. Вчера встречали руководители спорткомитета. Ну и в меру наших скромных сил мы делаем все, что можем. Есть возможность потренироваться. Потренироваться для того, чтобы выступать на соревнованиях. Ребята заряженные и хотят выступить на соревнованиях и показать максимальный результат. У нас в городе очень популярен этот вид спорта, потому что он давно еще развивается. Там начиналась борьба еще в цирке. У нас цирк был такой в городе и там выступали борцы. Спортсмены будут готовиться к первенству и чемпионату Ленинградской области по вольной борьбе. Состязания пройдут 8 октября на базе учебно-тренировочного центра Кавгалова во Всеволожском районе. Галина Давыдова, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». Легкая атлетика – самый богатый на медали вид спорта. В Выборге им охотно занимаются не только мужчины, но и женщины. О некоторых из них мы вам сегодня расскажем. Где можно встретить свою вторую половинку и при чем тут спорт – узнаете из нашего следующего репортажа. «Со спинку стараемся держать на вале, но прямую. Корпус точнее падает плечиками. Назад не отваливаемся. И ручки стараемся упрямлять». Держать себя в тонусе при помощи легкой атлетики – отличное решение. Эта форма физической активности имеет положительный эффект. Все, что нужно – это желание, хорошая мотивация и спортивная одежда. Анастасия Олейник тренирует и детей, и взрослых. Но, несмотря на внешнее обаяние, тренер – она строгий. К тому же у нее есть свои фирменные методы. «У меня такой какой-то, наверное, свой подход, как-то через шутку к детям. И на тренировках мы также находим общий язык, им нравится, и как-то и мне нравится. Ну, еще, конечно, я такая бывает. Люблю поиздеваться, скажем так. Но главное, что дети ходят, их тоже это устраивает. Мне нравится, ей нравится. У нас такая прям идиллия на тренировках». Изначально Анастасия увлекалась танцами. Но тренеры, заметив способности девушки, переманили ее в легкую атлетику. Этим видом спорта она занимается с 2009 года. На тренерской работе около четырех лет. «Хотелось бы вот именно от вас услышать о важности спорта для девушек в особенности». «Ну, конечно, в первую очередь». «Опустим мужчин, давайте про девушек». «Ну, конечно, в первую очередь это выглядеть прям красиво в зеркале, подкачанной, стройной, красивая осанка». «На стадионе, наверное, можно познакомиться с кем-нибудь, да? Тоже с каким-то спортсменом. Это, в принципе, тоже очень хороший плюс». «Вообще, конечно, да, можно найти вторую половинку, потому что у нас любители, кажется, очень много здесь занимаются». Недавно Анастасия Олейник вместе с коллегой Андреем Перминовым представляли Ленинградскую область на всероссийских соревнованиях. По виду многоборья ГТО они завоевали золото. «Я, честно, боялась, потому что я понимаю, что в некоторых видах я прям вообще очень слабенькая, в частности, отжимания. Но как-то все так срослось, все получилось. И самое главное, да, что даже попало в призы». Анна Золина записалась на тренировки к Анастасии Олейник этим летом и продолжает заниматься до сих пор. Ее младшая дочь, Ульяна, старается поддержать и подбодрить маму практически в каждом упражнении. Не отходит ни на шаг и следит, чтобы она держала ноги ровно. А увидев камеру, решила показать нам свою растяжку и красивые ботинки. «Мне нравится подход, что очень мало народу, что уделяется должное внимание каждому человеку. И что я могу с ребенком. В принципе, на улице она мне гуляет и занимается со мной, чем как бы я. И прибиваем, наверное, с детства просто ей такой вот спорт». На тренировки для взрослых к Анастасии в основном ходят женщины. Кто-то занимается совсем недавно, но уже успел побывать на многих соревнованиях. А кто-то пришел впервые. «Пришла на тренировку первый раз. Меня зовут Евгения. Попробовать именно легкоатлетику. Тренера знаю, так как у меня ребенок занимается легкоатлетикой под руководством Анастасии. Занимает призовые места, поэтому как тренер я ее знаю. Поэтому доверяю и пришла к ней». Кстати, легкую атлетику, история которой началась еще во времена Древней Греции, часто называют королевой спорта. Ее польза для здоровья очевидна. Главное – заниматься под присмотром профессионала. Галина Давыдова, Кирилл Воженин, медиагруппа «Наш город». На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин